Я представляю почетных гостей нашего семинара. Это Коновалова Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, профессор Ленинградского областного института развития и образования и Ражева Нина Евгеньевна, методист по русскому языку и литературе Петроградского района. Процитирую вам слова известного педагога, нашего современника Бориса Михайловича Бенбада. Любовное отношение к чтению, к наукам и искусствам взращивает в наших питомцах склонность и способность к самообразованию. А уж вот как решить эту проблему, которая актуальна, как воспитать это любовное отношение к чтению, я думаю, что мы постараемся решить сегодня. Спасибо за внимание. Мы благодарны сегодня всем, кто прибыл на наш семинар. Семинар наш задумывался как совместное мероприятие с Петроградским районом. И большое спасибо Евгению за то, что поддержала эту идею. И у нас сегодня будет выступающий из Петроградского района. Очень активно откликнулся центральный район. Тоже мы благодарны всем, кто прибыл из центрального района, участникам семинара. Есть представители Калининского района и наши преподаватели Нахимовского училища. Мы исходили из того, что сегодня проблема привлечения детей к чтению книги, она актуальна. Сегодняшний наш учащийся, он меньше даже читает, ну так в массе скажем, да, я не говорю про специальных филологических детей. Меньше еще, чем вчера читали, да. Интересно, да, как мы сегодня работаем в этих условиях. Потому что, как я понимаю, ничего такого радужного спереди не ждет, связи с новыми ВГОСами, да. Хоть там закон об образовании предоставляет свободу человеку, преподавателю в выборе методов, средств, инновационных программах, да. Авторские программы предлагают создавать. Но читать от этого дети не будут больше. Все, конечно, зависит прежде всего от нас, с вами, от учителей обычных, да, которые в школе. Либо отбивают любовь к литературе, либо, наоборот, ее прививают и ребенок начинает читать. К сожалению, когда ребенок ищет ответ на какой-то вопрос, мы все реже видим в его руках книгу. Это, конечно, нас огорчает. К сожалению, вопросы, как приобщить ребенка к чтению, как повысить его читательскую активность, остаются очень актуальными сегодня. И решать мы их, конечно, должны сообща. Мы помним, что важную роль приобщения к чтению играет семья. Но, к сожалению, учитывая специфику нашего учебного заведения, решение этой задачи целиком и полностью лежит на наших плечах. И поэтому сегодня нам бы хотелось поделиться с вами опытом работы в этом направлении. Итак, мы все знаем три способа, три метода, вернее, работы над текстом. Это метод творческого чтения, эвристический и исследовательский. Остановимся подробнее на первом. Метод творческого чтения. Он очень важен на уроках литературы не только потому, что обогащает внутренний мир ребенка, но и положительно сказывается на его памяти, на его фантазии, воображении. Благодаря этому методу создается индивидуальное мыслительное пространство ребенка, которое может воплотиться в иллюстрации к прочитанному, в инсценировке, в вырождении собственного слова, пересказу и выразительному чтению. Хотелось бы начать именно с него, хотя казалось бы, как приобщение к выразительному чтению может приобщить ребенка к чтению книг вообще. Но, конечно, главную роль в этом направлении играет и пример учителя, и прочтение мастеров художественного слова, когда именно голос старшего наставника или мастера художественного слова становится примером для подражания на первом этапе. Вызывает интерес у ученика, желание познакомиться с этим произведением подробнее и даже прочитать что-то большее из творчества того или иного автора. Но особенно действенным сегодня наша предметно-методическая комиссия считает совершенно другой прием, когда ребенок приходит к выразительному чтению через личность автора и его лирического героя. Ну, вот как бы примеривая маску самого автора. Ну, если говорить о практике, то для этого нужно создать определенные условия, естественно, на уроке. Переду к практике, например, перед первым уроком по лирике Маяковского я предложила ребятам задание. Прочитать стихи ранней лирики, выучить наизусть строки, которые наиболее понравились или стихотворение, которое ошеломило. Далее урок начала нетрадиционно. И вообще считаю, что начинать его с рассказа о биографии писателя уже как-то неинтересно. Поэтому начала читать воспоминания Льва Кассиля из книги «Маяковский сам». Это была подборка, посвященная встрече поэта с читателями в политехническом. Ну, тут, конечно, нужно было наблюдать за реакцией детей, потому что это было ошеломление, это был восторг. Кто-то, наоборот, хмурился, потому что поведение эпатажное Маяковского, конечно, не могло не произвести впечатление. А дальше я предложила примерить на себе маску поэта, представить, как бы он сейчас, в эту минуту, перед зрителями прочел свое стихотворение. Вот очень маленький кусочек, что у нас получилось. Ну, вдруг вскакивает в бойке молодой человек без особых примет. Маяковский, вызывающий кричит молодой человек, вы что, полагаете, что мы все идиоты? Ну, что вы, кротко удивляет Маяковский, почему всем, пока я вижу перед собой, только одного? Итак, вы сейчас слышали небольшой отрывок из книги «Льва Кассилия» от Маяковского, сам. Кто попробует сейчас примерить на себя маску поэта? Ну, пожалуйста, прочитайте. Вот так, особенности вы говорили. Значит, через час отсюда в чистый перевод вылечит по человеку ваш обрюсовый жир. А я вам открыл столько стихов в шкатлон. Я бесценный в слов мод и транжир. Это очень маленький кусочек. Я, безусловно, не говорю о том, что у нас получилось все, что мы задумали. Но после этого возникла очень жаркая дискуссия. Ребята предлагали свои варианты прочтения, тянули руки. Дальше, естественно, стала задавать вопросы. Предположите, какими чертами характера обладал Маяковский. Соответственно, какими чертами характера обладал его лирический герой. И главный вопрос, как нужно читать его стихи. Я думаю, что такое начало урока положило основу работы над ранней лирикой Маяковского. И я уверена, привлекло ребят к чтению. Читаю, думаю. Чтение с остановками. Это еще один вид приобщения ребенка к чтению. И вот еще один прием, который мы используем в пятых-седьмых классах чаще всего. Это чтение с остановками. Когда этот прием работы с художественными текстами используется в арсенале технологии развития критического мышления. Мы используем часто этот прием, потому что он направлен на формирование у школьников вдумчивого чтения. После чтения каждой из частей происходит обсуждение, завершающееся обязательным вопросом-прогнозом. Что, по-вашему, будет дальше и почему? Вообще-то это элемент мастерской. Но я обычно на уроках не даю полностью мастерскую, а даю только элементы мастерской. Цель вот такого чтения – это обучить правильной читательской деятельности, в результате которой происходит не только владение информацией, но и осмысление этой информации. Поскольку наш коллектив работает в условиях отличных от школьных, и у нас нет такого, чтобы наш ребенок смог пойти в библиотеку и посоветоваться с родителями. Мы, в общем-то, направляем детей к книгам, мы направляем детей в библиотеку, мы помогаем им выбрать книгу. Поэтому для того, чтобы ребенок захотел читать произведение того или иного автора, вот используем это чтение с остановками. В общем-то, общий алгоритм работы в первой стадии – это вызов, конструирование текста по опорным словам и обсуждение заглавия рассказа. Чаще это, конечно, мы работаем с заглавием рассказа. Потом – осмысление. Мы читаем текст с небольшими остановками, с обсуждением содержания каждого сюжета, и обязательно задаем вопрос, а что будет дальше. Я очень часто читаю сначала первый абзац вместе с детьми, или ребенок читает, или я читаю первый абзац. Потом прошу написать 5, 7, 10 вопросов, чтобы вы хотели узнать, что будет дальше в этом произведении. И ребята пишут вот эти вот вопросы. Следующий этап – это рефлексия. На этой стадии текста 5 представляет единое целое. Формы работы могут быть различными, это дискуссия и совместный поиск. И вот, поскольку мы говорим о совместном поиске, вот ребенок выразил свое отношение к прочитанному, в частности, к произведению Леонида Андреева, Кусака. Мы прочитали и поняли с детьми, дети поняли, что такое несчастное животное, как Кусака, сначала находилось в очень тяжелых условиях жизни, потом вдруг появилось слово «добро», и жизнь стала прекрасной, и потом все возвращается на круги своя, Кусака опять одинока. И ребенок, который вот это все нарисовал, вообще на самом деле вот тот верхний рисунок, он в красках показан. Ребенок вот так цвет ощущения свое передал, вот красками, то есть желтое солнце, но при сканировании, извините, краски мы не могли передать. Вот, а внизу действительно вот такой черно-белый рисунок, солнышко закрыло тучи, и видите, ребенок даже понял, о чем мы говорим, потому что там две стрелочки, возвращается все на круги своя. Вот, то есть вот так он выразил свое отношение к прочитанному, то есть читаю, думаю. Ребенок вдумывался в то, что он читал. Вот такой у нас получился творческий такой вот итог. Чтение с остановками также часто использую на уроках в старшей школе. Особенно при изучении малоэпической формы, применяю на уроках изучения рассказов Чехова, Бунина. Так, например, сравнивая отношение к злу 19-го и 20-го века, на самом первом уроке, посвященном творчеству, также Леонида Андреева, обязательно начинаю разговор, чтение рассказа «Бездна». Читаю только до завязки, и далее останавливаясь, прошу, предположить в письменной форме, чем может закончиться рассказ. Ну, дальше следует небольшая пауза. Ребята сочиняют истории, причем достойны действительно порой даже мыльных опер. И, скажу вам честно, за всю мою педагогическую практику ни один ребенок не угадал вот этой трагической и страшной развязки. Когда я читаю все-таки конец этого рассказа, это действительно потрясение. Это такая гнетущая тишина, которая заканчивается шквалом вопросов, связанных с именем автора, с его творчеством. Обязательный вопрос, а что еще можно прочитать из творчества этого писателя. И это значит, опять нам удалось совершить главное, повернуть ребенка к книге. Следующая работа или следующий прием, которым мы пользуемся на уроках литературы, это, безусловно, отзывы о прочитанном. Но традиционное определение отзыва – это развернутое высказывание эмоционально-оценочного характера, которое содержит мнение автора о прочитанном произведении и аргументации своего мнения. Интересно, главное, ведь цель отзыва, прежде всего, поделиться, не только поделиться впечатлениями от прочитанного, но обязательно прилечь внимание к произведению, принять участие в его обсуждении. И здесь важно, что ярко выраженная субъективность отзыва помогает найти различную композицию, различные формы. Мне кажется, отзыв, написанный в традиционной форме, он действительно должен иметь место на уроках литературы, но все-таки это творчество, и тогда композиция должна быть абсолютно разной. Вот мне кажется, что интересны в старшей школе вот такие варианты отзывов. Это отзыв-деталь, когда внимание автора будет привлечено к какой-то художественной детали, связанной или с образом автора, или с образом его лирического героя, или вообще с оценкой всего произведения в целом. Ну, я не знаю, догадаетесь вы, кому посвящен именно этот отзыв-деталь? Плохо видно, да? А, это картинка, да, предметный ряд, воссоздающий облик... Ну, это поэт Маяковский, это Нахимаец 11 класса, именно так он увидел. Поэта и здесь, как вы видите, не только те предметы, которые связаны с его лирикой, но и с его жизнью. Следующий отзыв, назовем его условно отзыв-отклик. Кстати, тот же Нахимаец, не буду вас обманывать, видно, почерк одинаковый, но это после изучения творчества, рассказов Леонида Андреева. Вот так они его действительно потрясли. Интересно, что бывают еще и другие отзывы. Отзыв-ассоциация, уже исполненный собственными руками. Здесь дана эмоциональная оценка прочитанному. Я обязательно требую, чтобы ребенок рассказывал о своей задумке, защищал. Вот мне интересно почитать маленький отрывок, который был посвящен именно этой работе. Это о Маяковском. Это паровоз, ясно видящий перед собой цель и движущийся к ней уверенно. Любовь и слава советского народа обогревают его солнечными лучами, но в то же время и сжигают. Револьверный барабан символизирует трагический исход этого движения. Это один из Нахимовцев буквально недавно, после изучения творчества Маяковского. Ну и вот еще один такой вариант, тоже отзыв-ассоциация «Мальчик рисующий». Это после прочтения опять же Леонида Андреева, только тоже другое произведение «Красный смех». Отзывы письменные, они существуют действительно, но всегда стараюсь подобрать какую-то особую тему, особую формулировку темы. Вот так перед нами, мне кажется, можно представить отзыв-исповедь, который заставляет прочитанное сделать поводом рассказы о себе. Вот первый отзыв, который вы видите, называется «Листок и я», я предложила после изучения лирики Лермонтова, да, стихотворения «Листок». И это девочка, я думаю, вы по тональности чувствуете. Я не буду, наверное, все-таки читать. Вам видно? Ощущения действительно совпали с лиром Товским листом, и родилась такая очень трогательная работа. Ну, а последний отзыв, вот, портрет Маяковского для меня был абсолютно неожиданностью. Я не предлагала такого варианта, это Нахимовец придумал сам. Когда я попросила, одна из работ была, описать портрет Маяковского, то вдруг появилась вот такая работа. Но она была не очень красиво оформлена, поэтому я ее вывела, опять же, на слайд. И вы увидите, что портрет Маяковского составлен из лексики самого поэта. То есть нет ни одного связующего звена своего собственного слова. Он сказал, что поэт настолько точно сказал о себе сам, что мне добавить абсолютно ничего. Так, работа с иллюстрациями. Поскольку я работаю сейчас в среднем звене, то, конечно, иллюстрации на уроках литературы очень часто использую, иллюстрирование. И вообще выделяю четыре вида работы на своих уроках, то, что я применяю. Но, наверное, каждый из вас тоже делает коллективное обсуждение этих, коллективное обсуждение иллюстрации, которые нам дает учебник. Мы сравниваем иллюстрации одна с другой, например, к сказке «Царевна и лягушка». Мы размышляем над этими иллюстрациями. Мы, конечно же, создаем свои иллюстрации, потому что это детям интересно. Они очень любят в этом возрасте рисовать, хотят вывеснуть свои эмоции на бумагу. Третий вид, который представлен сейчас вам, это дети создают партитуры, так называемые. Нет, началось, началось. Почему тут? Нет, самый ведущий. Спасибо. Значит, вот что такое партитура. То есть это три листочка А4. После прочтения, первого прочтения вот такого произведения, ребенок рисует то, что он хочет выразить. На первом листочке, ну это я им говорю о том, что нужно нарисовать. Во-первых, костюм, во-вторых, декорацию, и в-третьих, цветоощущение. Нет, подожди. И вот ребенок, видите, пока написал, вернее, нарисовал костюм, это к произведению, песня про купца Калашникова, Лермонтова. И вот так он представляет себе костюм Апричникова и купца Калашникова. Конечно, ребенок тоже рисующий. Вот так он представляет себе костюмы. Значит, второй рисунок – это декорация, декорация к пиру, вот самые первые эпизоды. Дальше. И вот такое цветоощущение, которое он тоже нарисовал к самому первому эпизоду, где описывается самое начало, собираются гости у царя Ивана Грозного, и вот он это вот так выразил, цветоощущение. При этом, конечно же, мы используем критические отзывы. То есть каждый ребенок в классе может это увидеть и сказать, что вот этот момент соответствует написанному в произведении, а этот момент не соответствует, а вот здесь я бы сделала по-другому. Ребята вот такой критик очень хорошо воспринимают. Иногда даже такая дискуссия появляется, они доказывают свое мнение. Поэтому здесь тоже мы углубляемся в прочитанное. И тоже как-то ребенка подвигаем к тому, чтобы он еще раз взял книгу и прочитал. Может быть, что-то даже и перечитал какие-то моменты. Используем еще и индивидуальные письменные работы, используем иллюстрации к нескольким произведениям одного и того же писателя. Например, дети, если они заинтересовались творчеством какого-то писателя, в частности, Пушкина, они рисуют. Это работа одного ребенка. Иллюстрации к нескольким произведениям. Такие достаточно красивые. А вот то, о чем ребенок прочитал, то, что он осмыслил, он воплотил вот в этой иллюстрации. Видите, вот Пушкин и вокруг, и герой Пушкина, и такой письменный вот тоже отзыв. И эта работа называется, ну, наверное, очень близкое название к названию Марины Цветаевой. Мой Пушкин, мой Тургенев, мой Лермонтов. Вот так они такие работают. Роль художественной детали в произведении. Это очень важный момент. И нужно ребенка подвигнуть к тому, чтобы он эту деталь увидел. Так, изучая произведение Толстого после бала, когда мы с ребятами читаем, сначала первую часть работаем над ней, потом вторую часть, потом понимаем, что эти две части противопоставлены, появляется новое слово антитеза. Ребята, тоже вот ребенок, так это представил. Первая часть — это бал, на котором все блестит, все белое, яркое, блестящее, розовое там есть. И вот самый такой главный цвет — белый. Белая перчатка на руке полковника, и этой рукой он держит свою дочь Вареньку. Он танцует с ней. Отец счастлив, что у него есть такая великолепная дочь. И во второй части, вот там внизу, видите, уже черный цвет, серый цвет. Там чуть ниже еще есть красное пятнышко, просто вот сейчас его не видно. Понятно, что все читали это произведение после бала, и понятно, что это цвет уже серого, черного снега, и красное пятно — это спина татарина, которого наказывают за побег. И вот ребята увидят, увидели деталь, сами увидели. Они сказали, Инна Владимировна, но ведь вот этой перчаткой он держит руку Вареньки, своей великолепной дочери на балу. И рукой в этой же перчатке он бьет, наказывает солдата, который недостаточно сильно опустил шпиц Рутин на спину этого беглого татарина. И, ребята, я прошу прощения, потому что здесь не может сканироваться. Они прямо с белую перчатку, настоящую белую перчатку, вот он как бы объединяя вот эти две части, он туда прикрепил и показал тем самым. У нас нет такой возможности сканировать еще и перчатку. Но вот объединяет верхний угол и нижний угол вот такая белая перчатка, прям настоящая белая перчатка. Вот так он тоже выразил свое отношение к прочитанному. Конечно, после вот этого рисунка, ребята стали листать произведения и смотреть, какие же еще детали есть. Это тоже подвигает к тому детей, чтобы они вернулись к прочитанному. А может быть, еще взяли произведения этого же автора и еще почитали какие-то произведения, может быть, увидели еще детали интересные. Работу над художественной деталью также продолжаем мы в старшей школе, но порой именно художественная деталь является ключом к пониманию всего произведения в целом. И, конечно, здесь стоит говорить об изучении романа «Мастер и Маргарита» Булгакова. Перед началом разговора об этом романе обязательно рассказываю об эпохе и времени создания, истории создания этого произведения. И предлагаю выполнить следующее задание. Все-таки найти в романе такие детали, которые доказывают, что это не просто роман, а зашифрованный роман о своем времени. И вот очень интересно наблюдать за ребятами. Конечно, первую деталь, как правило, предлагаю я, даю тон этой работы. Ну, начиная с самого простого, нехорошей квартиры, с которой исчезают люди. Дальше потихонечку активизируется внимание ребят. И появляется, конечно, и мастер с оборванными пуговицами, и странные слова конвоя секретарь в Шалаимских главах, и дом Грибоедова, и многие-многие детали, которые доказывают мою правоту. Вот этот первый урок по Булгаку так сложился, у нас прошел до зимних каникул. И когда ребята вернулись, они нечестно признавались, многие, что им пришлось, не то, что даже пришлось, им захотелось еще раз перелистать роман, и они посмотрели на него совершенно с другой стороны. Значит, опять же, наша задача действительно достигнута. Я расскажу о приемах работы с поэтическим текстом. Литература — особый предмет. Это урок, на котором мы соприкасаемся с душой ребенка. Поэтому воспитательный потенциал урока литературы имеет очень большое значение. Учитывая, что интерес к чтению падает, наша задача — сформировать грамотного читателя, который понимает автора, его позицию, готов вступить с ним в диалог. Феномен художественного произведения в том, что его скрытые смыслы являются более важными, чем те, которые лежат на поверхности. А произведение школьного курса как раз и содержит все эти скрытые смыслы. И наша задача — помочь детям их находить и понимать. Большую трудность представляет у учеников, конечно, поэзия. Часто, когда мы задаем стихотворение наизусть, ребенок говорит, я не понимаю, о чем здесь говорится, поэтому я не могу выучить. А задача учителя — ему помочь. Вот как это сделать? В лирических произведениях всегда присутствуют эмоции. Этим оно и важно. Эмоция возникает тогда, когда есть переживания. А цель лирики — как раз и рассказать не о событии, а о переживаниях. Но уроки литературы, учитывая специфику учебного заведения нашего и ограниченность времени, мы должны создать такие условия для ребенка, чтобы он этим переживанием проникся. И так учимся анализировать стихотворение. Схема анализа, конечно, существует. Она традиционная. Она сделана в определенных рамках, по определенному стандарту. Но она скучная, и вряд ли, говорят дети, вызовет переживания. У каждого стихотворения свои особенности. Но, как правило, мы пробуем анализировать стихотворение, идя от автора. Сначала чтение звучит. Это выразительное чтение. Либо преподавателя, либо при современных возможностях хорошее актерское чтение. Художественное чтение — это один из самых важных и самых правильных анализов поэтического текста, так как это уже осмысление и создание модели стихотворения. Ну, как пример стихотворения Майкова. Весна. Выставляется первая рама. И в комнату шум ворвался. И благовесть ближнего храма, и говор народа, и шум колеса. Мне в душу повеяло жизнью и волей. Вон даль голубая видна. И хочется в поле, в широкое поле, где, шествуя, цыплет цветами весна. Далее следуют вопросы на осмысление. Какое настроение? Что вызвало переживание? Что непонятно? И все ответы, которые дают дети, они будут правильны, так как ребенок говорит о себе. Ну, а затем мы задаем вопросы, которые помогут детям расшифровать стихотворение, разгадать его. Какие звуки слышим в первой строфе? Дети отвечают. Шум, благовесть храма, говор народа. Далее, что видим? Вон даль голубая видна. Где находится человек, который видит такую картину, не бескрайнее просторное голубое небо, а кусочек его. Он находится в комнате, и при этом кто-то, а не он, выставляет раму. Опять вопрос следует. Почему? Потому что человек прикован к постели, он болит, он смотрит лежа. А жизнь и воля, которая повеяла в душу, это из опыта его предыдущей жизни. Конечно, каждый раз обращаем внимание, что это не автор, это не Майков, это лирический герой. Это автор может писать о ком-то или о каком-то периоде из своей жизни. Все эти выводы дети сделают сами, а мы их только с помощью наводящих вопросов поможем им увидеть этот самый скрытый смысл. Анализируя стихотворение, вот каждый раз, идя от автора, героя, переживания, мы тренируем умение понимать то, о чем говорит и о чем молчит текст. Ну а далее может быть любая точка анализа, и звукописи, стихотворный размер, и особенности синтаксиса, и иллюстрирования, и создания палитры. Конечно, не всегда проводим такой глубокий анализ, но тренируя умение понимать, мы видим результат. Обязательно условия для успешной работы с поэтическим текстом это настрой ребенка и задача преподавателя создать атмосферу восприятия и понимания поэтического текста. Я очень люблю уроки, посвященные японской поэзии. Когда дети впервые видят хокку, они удивляются, как это вообще можно назвать стихами. Но постепенно, когда мы обладеваем необходимыми фоновыми знаниями, когда знакомимся с особенностями другого, другой страны, другой эпохи, дети проникаются неподдельным интересом. Сейчас это фрагменты уроки мастерской, которая рассчитана на два часа на данной презентации представленной. Начинаем мы с того, что хокку — это стихотворение, которое разгадывается как загадка. Мы предлагаем, соответственно, вот такую, как типа загадки, составить кластер. Даем ключевое слово, а дальше напишите ассоциации, которые у вас связаны со словом счастье. Далее ключевое слово стирается, и, соответственно, мы смотрим, удалось нам или нет. Соответственно, следующее задание, далее задание на усложнение. Мы выбираем, какое слово нам из ощущений. Грусть, радость, боль, ожидание, например. Ребенок выбирает, соответственно, создает свой кластер, убирает ключевое слово, и по ассоциациям остальные должны угадать, какое слово было задумано. Соответственно, знакомясь с особенностями Хоку, мы пытаемся разгадать стихотворение, и дети, уже читая, понимают, что это стихотворение, в котором обязательно отражено время года, а дальше в чем его загадка. Что такое зонт прошелестел? Кто это или что это зонт? О чем говорит слово «нет»? Какое состояние у человека, который ждет у окна, «а за окном идет дождь». Справившись с этим заданием, дети получают следующее. Например, такое. Дано две строчки Хоку, и дальше как тест. Выбрать вариант, какая строка является третьей. Обоснуйте. Правильный вариант появляется потом, когда они свои варианты. По усложнению следующее задание. Дети пытаются придумать, досочинить Хоку. Дается две строчки. Обсуждаем, какое настроение, какое состояние испытывает человек, когда он прощается с другом, и может быть на несколько лет. Дети предлагают свои варианты, ну а дальше мы даем, соответственно, авторские. Когда мы проникаемся и понимаем, как строятся такие стихи, в конце занятия дети получают задание сочинить свое Хоку. Соответственно, дается определенный сюжет, сказка, и по данной сказке, по сюжету данной сказки дети должны сочинить. Вот иногда получается, иногда получается даже следовать строгим японским традициям. Вот на верхнем слайде справа ребенок выдел 5-7-5. Это принцип Хоку обязательно. Конечно, мы сразу можем не получить отличных результатов, на которые рассчитываем, и наши современные дети, которые обладают клиповым и фрагментарным мышлением, без нашей помощи глубоко и полно не проанализируют стихотворение. Но мы, работая с образцами, с высокохудожественными текстами, способствуем развитию чуткости, такта, эмоциональности детей. Закончится урок, дети возвращаются в свой мир. Но мы точно знаем, они стали чуть-чуть духовно богаче. Да, ведь о, может быть, очень скромном опыте, скромнейшем, я так сказала, и в том случае не претензывающем на обобщение. Значит, ну, такой случай, коротенький тоже преамбулы, о том, что, на мой взгляд, ну, проблема чтения, она есть, но она, в общем, была так, отчасти всегда. Вот. И слой читающих детей, он всегда был довольно тонок. Вот. И сейчас дети тоже читают. Я не говорю там про нашу школу. Вообще, в целом, ну, не может быть, какие-то дети попадаются, что они читают. Но мне кажется, что вот сейчас проблема не в том, что они там читают или не читают, а в том, что, наша проблема у учителей, в том, что они не читают нашу литературу. И они не читают программную литературу. Вообще не хотят, вообще даже, на дух не переносят. Видят количество книг, которые надо прочесть, и сразу впадают в умение. И наибольшие, только эти трудности вызывает еще и помимо русской литературы, еще и зарубежная литература, которая тоже объемна в массе своей. И как только они видят, значит, что надо еще помимо русской прочитать еще что-нибудь, тут еще больше умения наступает. Конечно, проблема, она может решаться, безусловно, теми же методами, которые мы и решаем, ее настойчиво, потому что все равно, значит, через принуждение все равно, как-то бывает, приходит интерес к чтению, потому что, может, ребенок просто не знает, и родители ему рассказали, какая страшная книга, та или иная, и он уже боится заранее, а начнет читать, и уже сразу хорошо начинается, он у него внутри, и он как-то тянется к ней. И наша задача здесь создать еще, наверное, помимо всего этого, еще что-то. Сейчас мы видели, что еще нужно сделать с разными книгами, чтобы детей пропустить в какие-то дополнительные ассоциации и операция на их опыт. И вот у нас возникла такая тоже, но она не сегодня возникла, такая идея объединить несколько предметов в такие проекты, которые бы касались именно зарубежной литературы. Я вам покажу сегодня на примере совсем простых, совсем простого произведения сказки Андерсона в пятом классе. Как можно сделать вообще, это задумано на весь средний, на среднюю школу с пятого по девятый класс. Значит, вот Андерсон Байрон, Сервантес, Шекспир, то есть те имена, которые, значит, вокруг них можно что-то делать. Значит, и вот эти вот проекты, они, значит, так у нас разделились. Значит, они, ну, может быть, такой, в виде формы такой договор между учителями, то есть мы договариваемся, то есть прежде всего надо найти, конечно, учитель, с которыми надо договориться, о целях, требованиях и формах взаимодействия. В чем они преимущества, как бы, этих вот таких проектов? Они не очень длинные, и они выдают сразу результат, то есть какой, что-то они должны сделать конкретно, что, сейчас дальше выйти по заданию, что конкретно они делали. Дальше не надо дополнительного времени, потому что те предметы, которые вот мы набираем, да, сами и объединяем, мы находим в содержании этих предметов точки соприкосновения и, соответственно, значит, не надо там откуда-то эти время дополнительного искать, часов и так далее. Ну и, значит, наше УУД общие учебные навыки и мнения, ну и команда учебных. Ну и Динамо, это УУ-4, конечно, прежде всего. Значит, какие здесь компоненты, обязательно, сначала нужно продиагностировать детей, что они будут делать и ищут, с каким материалом работать. Соответственно, найти учебные предметы, то есть собрать их, да, из тех, которые у них есть в классе и, соответственно, задание подобрать к этим предметам. Значит, там была проведена прежде всего такая диагностика. Но поскольку это пятый класс, мы решили, что это будет такой тип отстретикосимметритика. Вот, значит, так вот она выглядела, эта диагностика. Вот, они должны были отобрать, вернее, ну, как бы, оторвать один или все лепестки, с чем им нравится работать. Значит, с музыкой, с иллюстрациями, с в интернете, быть писателями, читателями, критиками, играть по этим произведениям, там, или так далее. Можно, если это нужно анонимно сделать, да, и так далее, значит, а можно сделать это индивидуально, и тогда на листочке просто. Пусть они закрасят, карпейки, и так далее. Тогда можно еще предиагностировать у всех детей, что они любят больше всего. То есть у нас в результате получилось такое преимущество, да, задание. Это визуальное, значит, это понятно, пятый класс, аудиообразы, это тоже понятно, потому что сейчас дети слушают музыку и любят это. задание связанное с реализацией творческого потенциала, то есть они любят писать, очень уважают просто писать сами в сочинении, и у нас даже, так сказать, так вот, иногда, не очень гласно, мы делаем такие уроки развития речи, когда они сами занимаются творчеством. Им предлагают темы, они там разного рода темы, но сейчас не об этом вообще речь, им очень нравится это дело, потому что они хотят выразиться, потому что писать изложения и сочинения по картине, это, конечно, хорошо, там и не по картине тоже, а то, что они хотят сами сказать, а они сейчас молодые все равно хотят сказать, они маленькие, большие, они все равно хотят сказать о себе, о том, что они чувствуют, о том, что они думают, о чем, Поэтому такие задания им нравятся. И, конечно же, поиск информации в интернете, безумно, конечно, нравится, и обрабатывать, и так далее. Значит, вот мы отобрали книги-то какие, значит, по подаркам, русские, музыка, ИЗО, естествознание, литература, история города. Значит, эти вот люди согласились сотрудничать в команде. Ну, и произведение, в общем-то, «Снежная королева», она изучается по всем программам, по-моему, по всем учебникам, вернее. Ну, и сюда добавили русалочку, которая изучается когда-то в четвертом, когда-то никогда. «Чайник», «Шопольная игла» — это вот те рассказики, выделочные горлышко, которые побуждаются в обществу, так скажем. Можно создать там свои сказки, говорящие там, «Чайники» и так далее, и так далее. История там «Шопольная игла», не только иглы. Вот. И сказка «Соларей», которая изучается, по-моему, по-моему, «Папа Роданик» придумала, если я не ошибаюсь. Потом Коровина ее выкинула. Вот. Но она очень такая трогательная и хорошая сказка. Но мы туда все равно дополняем ее. Она маленькая, и поэтому, в общем, без ущерба. Вот. Значит, какие задания были по естествознанию? Вот вы видите, да, что, значит, они узнавали о традициях стран, в которых происходило здесь сказок, или страны упоминаемых данных сказок, да? Ну, Лапландия, понятно, что она в Финляндии, просто выделили ее, как Лапландия, как страна. Вот. История культуры Санкт-Петербурга узнавали в известных датчанах. Это прежде всего царская фамилия и Владимир Ревенштейн. Ну, и вот. Музыка. Подбирали музыковый фрагмент в сказке «Снежная королева». Здесь действительно такие очень неожиданные отрывки. Конечно, они такие, в общем, сразу можно было увидеть, какие отрывки больше всего выбирали. Это встреча или расставание Кая с Гердой. И один мальчик такой, в принципе, как петый хулиган, он подобрал музыку к первой главе, там, где тролли издеваются, поднимают в зеркало, в общем. И он так современный такой, совершенно такой вот, ну, это современный, современный такой вот рок и какой-то еще, и что-то еще такое очень жесткое. И сказал, что это вот, вот это соответствует, потому что вот этот ролик. И я говорю, ну, вот, все сразу и понятно было, и приятно ему, что эта музыка прозвучала. Потом это все собрали. И у нас такое получилось аудио-рестоматия. Вот, и не трестоматия, конечно, аудио-отборка. Вот, по ИЗО они делали иллюстрации, или же здесь наша цель была даже не делать иллюстрации, потому что понятно, что они все рисуют, и даже кто-то хорошо, а кто-то хуже. А огромное количество в интернете есть иллюстрации к сказкам Андерсона. Огромные, очень красивые иллюстрации, красочные, замечательные. Просто вот наберите, вы увидите просто такое пиршество цвета, образов. И они должны были оттуда выбрать эти иллюстрации и подобрать к ним цитату из сказки. То есть у них получается такой, ну, как бы вот, иллюстрированная сказка. То есть это картинка и, соответственно, к ней подпись и все. Собственно говоря, и они на файле эти приносили. То есть это в электронном виде получилось всего. Ну и попутно, значит, биографию художников и иллюстраторов этих сказок, если они нашли. Но не нашли, потому что они маленькие, и понятно, что, в общем, никто их не парал за это, что с ним нашли. Но требовало бы. И, ну, в результате, вот, я, так сказать, укладываюсь даже в 7 минут, да, вот, вот. Так сказать, что нужно для того, чтобы эти проекты состоялись. Я еще раз повторяю, да, значит, во-первых, всего, группа единомышленников среди учителей. Это всегда самое трудное. Тут помогают только уговоры, ну, как сказать, личные связи, ну, и, так сказать, единство целей, которые, в общем, мы предполагаем, что мы думаем одинаково. И тогда человек будет сотрудничать с вами, да. А если он говорит нет, ну, понятно, что мы и будем это сделать с ним, и не надо настаивать на этом, да, не надо затаскивать его насильно. Ну, и, конечно же, надо посмотреть программы разных предметов, и нужно обязательно провести исследование учащихся, что они хотят делать сами. Потому что если им навязать то, что они не хотят делать сами, они, конечно, это сделают. Как вот мои старшеклассники пришли, сказали, вот нам, опять, когда делаешь презентацию, а мы уже не хотим. И я понимаю их, да, что когда очень много одного и того же, они, конечно, не очень хотят. Да, и поэтому лучше, наверное, спросить у них. Ну, и, конечно, вот разные формы заданий, которые можно с ними поиграть. Вот это люди, внимание. Когда вспоминаем литературную викторию, кажется, что всё это ушло в прошлое, что нет никаких перспектив развития, особенно, когда сейчас по телевидению мы видим множество различных игр, интеллектуальных, менее интеллектуальных. Дети это всё смотрят, и, конечно, их интересуют больше современные игрушки, нежели вот то, что мы им можем предложить в рамках книги русского языка и литературы. Ну, или уж какая-то там литературная викторина. Я предлагаю рассматривать литературную викторину как способ работы, как приём работы с учениками на уроках литературы. Обычно литературную викторину я провожу на уроке прямо, перед изучением какого-нибудь достаточно крупного произведения, и для каждого возраста понятие крупное произведение своё. Так вот, я предлагаю ученикам вопросы, в зависимости от возраста, их больше или меньше, и они должны на эти вопросы ответить. Таким образом, я понимаю, насколько они прочитали текст, и как внимательно они его прочитали. Вопросы строятся определённым образом. Это обязательно фрагмент из текста, такая-то цитата, А дальше идут, в общем-то, вопросы одинаковые, одноплановые. Кто сказал эту фрагмент? О чём идёт речь? Что будет дальше? И эти-то вопросы повторяются. А вот цитаты подбираются именно из тех эпизодов, которые будут ключевыми при изучении произведения, и которые впоследствии будут взяты для анализа на уроках. Конечно, когда первый раз ученики сталкиваются с такой викториной, некоторые начинают жаловаться, мы не можем запомнить всё. До этого и не нужно делать. Со временем они начинают понимать, что наизусть запоминать целое произведение я и не прошу. Просто если человек внимательно прочитал это произведение, он по каким-то отдельным словам, каким-то отдельным словосочетаниям, он догадается, от ком идёт речь, и какой эпизод я имею в виду в этом произведении. У нас уже даже появился такой термин – обратная викторина. Ну, они задают вопросы не совсем мне, просто если вопросы получаются хорошими, их можно собрать уже в отдельное методическое пособие и использовать на уроках других классов. И это, конечно же, ребятам нравится, когда их вопросы признаны интересными и удачными. Что здесь оценивается, как это вообще можно сделать? Я оцениваю, насколько важные фрагменты ученики смогли найти в том или ином произведении. Насколько они поняли, где портрет героя, где характеристика героя, какие фразы в речи этого героя важны. И если ученикам удаётся большую часть вопросов сделать удачными, естественно, это похвала и отличная отметка. Если мы говорим о начале вот такой работы, то иногда получается так, что они работают над викториной в паре. Ну, одна голова хорошо, две лучше. Тем более, что здесь сразу же появляется ряд других моментов. Во-первых, они учатся органтировать свою точку зрения. Каждый имеет своё видение, если обувь читали произведение, и каждый начинает отстаивать свою точку зрения, какой эпизод важнее, где портрет лучше и так далее. Второй момент. Они учатся слушать своего одноклассника. Потому что оценка-то общее, значит, дело-то общее, и вот она уже работа в группе, работа в коллективе, что сейчас современным школьникам даётся с трудом. Может быть, кто-то и с этим сталкивался. Ну и, наконец, заключительный этап работы с этими викторинами – это для старшеклассников. Правда, сразу хочу признаться, у меня получилось такое только один раз. Когда коллега сказала уже, нужны единомышленники для этого среди эгоистического состава, и у меня такой единомышленник нашёлся. Это учитель информатики. И в результате нашей совместной договорённости получился проект, когда ученики 10-11 класса, уже старшие ребята, вместе с учителем информатики, ну, скажем так, работа была самостоятельная, ей просто приходилось давать некоторые конфликации. Делали викторины для младших ребят. Причём произведения они взяли не по программе, не те, которые я бы могла им предложить. Они взяли два «История Балахотера» и «Гластелин колец». Но это было их собственное творчество. Я не произнесла ни одного слова на этой викторине. При мне они играли с двумя классами пятиклассников и задавали вопросы, вернее, не они задавали вопросы, почему был учитель информатики. Они презентацию делали со всякими различными эффектами, о которых даже я сейчас имею весьма смутное представление. Но у них это было всё здорово, в нужный момент всё выплывало, переворачивалось, показывалось, появлялись вопросы, появлялись герои. И ребятам очень было интересно на них отвечать. Это было очень интересно. Таким же образом, ну, может быть, с несколькими другими ребятами, можно было бы сделать викторины и по произведениям из школьной программы. Я хотела вам показать, но сейчас ещё не успела это сделать, на трех викторин, которые я делала для... Здесь только есть эпизод. То викторина, которую я обычно провожу на уроке. Значит, это литературный граф, по произведению которого было взято для внеклассного учтения. Два капитана, не привлеченного произведения. Ничего совершенно нового. Ну, это известная строчка. Тот самый девиз. А вот начинается викторина. Вот вопрос. Кто это? А дальше цитата. Вы понимаете, что эпизоды без текста можно найти массу. И всё они будут иллюстрациями к одному вопросу. Кто это? И по любому произведению, любому персонажа можно так показать. это для разных команд были вопросы. Вспомните эпизод. Обычно во время викторины я говорю, о чём идёт речь, или что было дальше. Вот выбраны те эпизоды, которые являются ключевыми для понимания сюжетной линии произведения, два токетана. Ну, дальше я вам показывать не буду, потому что у нас, собственно, вот цитатами эти не заканчивалась игра. Единственное, там были ещё, ну, как литературная игра, там ещё были эпизоды из фильма. И нужно было сообразить. Сначала мы с ребятами проводили такую, скажем так, упрощённую читательскую конференцию, которая называлась «Презентация книги». Сначала учились представлять книгу по плану. План был выдан всем ребятам с расшифровкой каждого пункта, то есть, что там нужно было говорить. И было потрачено определённое время для того, чтобы ребята научились говорить по конкретному плану, для чего это было сделано, для того, чтобы они не выходили за рамки временные и за рамки содержательные. Если вы обратили внимание, в пункте плана нет пункта содержания произведения. И что соответствует цели презентации книги, поскольку если ребёнок, который представляет книгу, рассказал о содержании, зачем же остальные будут читать эту книгу. Поэтому одним из условий важным, ребята не должны рассказывать содержание той книги, о которой они рассказывают. Они делятся на пары сначала. Каждый в паре озвучивает две-три книги, которые он хотел бы порекомендовать для чтения. Не только которые прочитал, полагается, что они больше прочитали, за это, и на них две-три. Но вот две-три книги озвучивают те книги, которые очень понравились. И задача говорящего назвать эти две-три книги, и они договариваются, выбирают из, вот мы в паре сидим, одну книгу из списка первого участника и книгу из списка второго участника, от которой они будут потом обсуждать. Получается всего две книги. Потом шаг третий, это все пары называют выбранные книги, то есть от каждой пары всего две книги. И общий список записывается на доске и в журнале чтения у каждого учащегося. Такие журналы ведут ребята в протяжении года, но она получилась там уже трех лет, поскольку есть не будет на работу. Вот, у них есть такие журналы. Я хотела сегодня поговорить именно о том, как можно через политическую семантику начать работу с текстом. И хотела предложить работу с текстом Бориса Пастернака «Гроза моментальная навек». Мы с вами все на уроках литературы, конечно же, обращаемся к тому, какую роль играет слово в тексте. Часто говорим детям о значимости выбора того или иного слова, о том, насколько тщательно оно выбиралось, обращаем к черновикам, к переводам текста и так далее. Исходя из этого, естественно, мы говорим о контекстуальном значении и смысле того или иного слова. Но об этом в свое время много писала и думашестка, что слово получает именно определенный смысл во фразе. Тогда возникает такой вопрос, как же нам помочь читателю, а в данном случае ученику, понять конкретное слово, его окружение, как понять фразу конкретную и в целом литическое произведение. И я вам предлагаю вот именно работу с этим стихотворением, которое лежит перед вами. И сначала давайте просто его прочтем. Борис Пастернак «Гроза, моментальная навеки». Затем прощалось лето с полустановым. Снявший шапку сто слепящих фотографий, ночью снял на память он. Мерклый кисть сирени, в это время он, нарвав охапку молнии, с поля и метрафил озарить правский дом. И когда по крови зданий разлилась волна сглоранства и как уголь по рисунку гряну или всем преднем стал мигать обвал сознания. Вот казалось озаряться даже те кухни рассудки, где теперь светло как днем. Предлагаю вам со мной пройтись немножко по этому стихотворению. Начнем с первого четверостижа. На что мне кажется есть смысл и важно наверное обратить внимание. Прежде всего на то, что в первом четверостиже мы видим такое довольно яркое слияние субъективного и объективного. То есть как такового лирического героя здесь нет. Мы только можем о нем догадываться. Здесь природа полностью отображает ту ситуацию, которая в данный момент происходит с героем. То есть что мы видим? Получается что мы можем только догадаться о том, что скорее всего это сам герой, который стоит на этом полустамке. и видимо он уже уезжает и ждет своего поезда. В данный момент он снял шапку. Видимо прощается со всем, что было этим летом. Возможно этим летом мы снимали какой-то ряд фотографий и в данный момент в ожидании грозы мы на ней видим эти молнии. Здесь очень ярко мы видим идет такая метафора вспышки молнии это вспышки фотографий. То есть поставление которое возможно возникает и у нашего героя который ожидает данную грозу стоя на полустамке. Также важно посмотреть здесь и на звуковую организацию. Здесь довольно много шипящих и которые если мы с вами слушаемся именно в звуковую составляющую данной четырестейшую то увидим что это тот ветер который обычно довольно насильным становится и порывы ветра перед началом грозы как правило усиливаются и здесь Пастернак пытается с помощью аллитерации передать как раз таки вот этот момент. В следующей строфе мы с вами уже видим следующий момент важный это цвет то есть если сначала звук и мы останавливались на нем то первая строчка идет в мерклой кисть серии мы все с вами помним насколько это кисть ярка насколько она выделяется на фоне всей зелени в любом саду где серень зацвела но здесь она меркнет почему потому что опять мы ждем грозы ощущение затишья в природе и совсем другое состояние она начинает меркнуть и ее заменяет охапка молнии вот тоже довольно интересно опять идет москоптическое выразительное сравнение то есть обычно охапка по отношению к цветам а здесь получается растительность охапка этих сирен заменяется уже другим физическим объектом то есть охапка молнии которая разразила небо следующее на что мне кажется важно обратить рассматривая эту строфу это на соединение вот этого описания просторечной лексики то есть здесь первые две строфы они довольно поэтически выразительные и ярко нам описывают это ожидание а дальше появляется слово траффер довольно необычно и странно для нас вообще в немецком языке есть такое слово как траффер то есть попадать во что-либо или в кого-либо и как правило он используется именно по отношению к грозе но здесь оно используется в этом контексте может быть Пастернак слышал от кого-то из народа может кто-то так говорит описанный грозу но вопрос зачем он использует это здесь в поэтическом тексте и мы находим ответ например Усинявского о том что Пастернак использует целенаправленно именно такие слова потому что именно с помощью таких слов простых нам понятно которые мы используем в обычной нашей речи он поэтизирует само событие поэтизирует этот мир с помощью таких прозаизмов то есть таким образом мы вводим яркость жизненность и наверное более понятные какие-то вещи для нас описываются с помощью этих слов и вот молнии которые начинают уже появляться после поднявшегося ветра они настолько сильны что уже с самого упора они доносят до этого правского домика возможно это какой-то административный домик кассы или что-то еще который находится здесь же на полустанке где наш герой находится он находится все в одном месте третья страфа это наверное самая такая кульминация можно сказать развития этого отрывка это образное описание дождя посмотрите насколько оно хотя мы его ждали и мы все видели как оно появилось но тем не менее то что как обычно все равно неожиданно проливается и вот здесь такая кульминация и описание настолько ярко уголь по рисунку да то есть штриховка дождя то есть дождь плетнем опять мы видим много довольно интересных стандартных стране которые пастернак позволяет нам увидеть в данном явлении ну можно предложить дитя при днем не увидим что все будут знать как это и интересно что летнее дождь как правило обилие он многоводен то есть здесь развилась волна злорадства то есть волна дождя которая заклонила все вокруг и это обилие вот таким интересным образом передано звуковая организация здесь удивительно звонкам потому что мы видим все сонорные они здесь присутствуют и помимо сонорных еще и звонки согласны то есть этот дождь тяжелые капли которые по кровле вот этого здания стучат они полностью вот здесь переданы удивительным образом и дальше третья страфа плавно переходит в четвертую потому что это единое если вы посмотрите на значение оно разделено на две страфы но это все еще одно предложение и вот здесь верх развития этого этого стихотворения то есть высшее просветление мы видим что появляется новый ряд метафор если мы начинали со вспышек фотоаппарата сравнивая их с вспышками молнии то теперь это вспышки сознания то есть герой стоит здесь и наблюдая стихии природных он начинает что-то и сам понимать в своих чувствах и переживаниях но они настолько быстры и настолько молниеносны и так же вспыхивают и неожиданно и так же неожиданно исчезают что он лишь пытается их уловить но этот идет обвал сознания обвал мыслей который он не успевает схватить и позже пастернак напишет всеми с вариациями что мгновение длится этот миг но он и вечность бы затмил эта тема вообще пастернака преследовал некоторое время в поэзии с ним по просмотру 20 века 20-го года и он говорит о том что миг у пастернака становится он мгновенным а он перерастает на что-то всеобщее то есть один миг иногда может заменить целую вечность поэтому неспроста и название у нас тоже здесь именно такое и сама интонация страфа посмотрите появляется единственным восклицательным знакомым появляется именно в конце этого стихотворения и он завершает две последние страфы которые переросли в полный восторг и полное просветление человека какие же выводы можно сделать и в чем же особенность самого этого стихотворения прежде всего что пастернак пытался захватить вот этот миг и понять вообще его сущность и он у него становится как мы говорим фаустовский остановить мгновение это прекрасно пастернак его несколько развивает дальше что он гораздо сильнее миг и значительно некоторых других вещей ему хочется попытаться все зарегистрироваться о чем он и пишет своей галлю и сестре в письме в этот период времени урге Фреденберг о том что хочется захватить все что вокруг погружает вопрос только пока как это сделать пастернак пытается это сделать с помощью поэзии и подбора таких интересных сравнений и также здесь хотелось бы обратить особое внимание на пейзаж на сам пейзаж насколько он свеж и ярок это еще в свое время отмечал Осип Амельевич Мандельштам который говорил что такие стихи могут лечить эту брукулезу потому что они прочищают горло укрепляют дыхание и обновляют легкие давайте обобщим что же у нас получается если таким образом мы пройдемся по стихотворению некоторые особенности то есть мы видим что у стихотворения есть второй метафорический план и он обусловлен именно иносказательной символической семантикой слов и вот целый ряд некоторые из них я выписала и на это стоит мне кажется обратить особое внимание когда мы будем рассматривать это стихотворение с учениками также важно обратить внимание на то что авторствия оно здесь скрыто оно имплицитное его здесь нету оно взаимосвязано с той стихией которая происходит то есть мы только можем догадаться о том что у нас единственная такое безличное экологополит как казалось то есть видим это самому лирическому герою и вот это смешение я бы даже сказала смешение и смещение чувств и разыгравшейся стихии дальше оно перерастает в следующем наблюдении то есть множество метафор сравнения олицетворения почему потому что иногда мы не можем понять кто это чувствует это в природе происходит или это происходит внутри героя это он ощущает или это природа такие чувства у нас вызывают то есть абсолютно едины здесь мы видим ряд таких средств художественной выразительности также насыщенность действия удивительна здесь множество глаголов и где и причастие то есть опять показатель разброс ощущений и в природе и в герое они в данный момент едины будут учат на этом полустанке одни и глагол здесь на первом месте и как и Саларин что именно вот такая постановка она говорит освежает вразительность и обогащает смысл мы это с вами только что увидели и проследили поняли что многое делается и за последние вот мы с Натальей Владимировной работаем уже 14 лет в лице за 14 лет в общем есть о чем поговорить и собственно говоря предлагаем свой этот опыт и в большей степени с уклоном на то чтобы вы могли бы взять а может быть вам пригодится что-то из тех наработок которые у нас есть значит специфика нашего лице это лице естественно научного профиля соответственно к нам приходит за обучением химии и биологии значит старшая школа 7 часов химии 7 часов биологии и стандартная программа литература 3 часа ну вот на русский у нас 2 часа и несоответствие часов оно конечно же в большей степени предполагает что дети мало будут читать и в большей степени будут говорить ну пожалуйста оставьте нам часик ну у нас сейчас зачет важный по биологии но можно мы что-то почитаем и вот нам через вот это вот нехотение нежелание и иногда физическую невозможность детей нужно каким-то образом заинтересовывать и заинтересовывать вот наше горячее убеждение все-таки возможно заинтересовать детей только в том случае если заинтересован сам учитель если мы пришли на этот семинар то нас беспокоит эта проблема а раз она беспокоит то наши дети наверное все-таки будут читать соответственно коллеги тоже говорили не знаем как в других школах у нас в школах читают вот у нас потому и читают что нам саним это важно и соответственно какие у нас возникают приемы и методы Но один самый простой – это список рекомендательных для чтения. Его можно дать и о нем можно забыть. Но мы с этим списком работаем серьезно. У нас есть обязательный урок в конце года, когда этот список бесконечно объясняется в течение 45 минут. Здесь каждый учитель говорит только о своем опыте и говорит только честно. Вот эту книгу я не хотела бы читать. Вот эта книга мне в свое время понравилась, в возрасте почитала, она была уже не так интересна. И когда ребята это слышат, то получается, что у них возникает некий список в голове. И вот в прошлом году у меня совершенно неуправляемый седьмой класс выходил с урока, и мальчишки-сорванцы между собой говорили, ну я для себя три книги определил, больше я ничего читать не буду. Категорично. Но вот это же величайшая школьная победа учительская. Если три книги, подросток сказал, что он за лето прочитает. А если еще про них потом расскажет, это вообще величайшее счастье. Значит, список наш состоит из трех частей. Первая часть это программные произведения, и мы этого очень не любим. Но это скорее кивок в сторону родителей, серьезных, которые хотят, чтобы дети знали все. Вот коллеги из училища говорили о том, что хорошо бы поразить, хорошо бы ошеломить. И это так делается, например, с рассказом Андреева Бездна. Но если это произведение у нас есть в списке, обязательно найдется кто-нибудь, кто обязательно все прочитал. И, соответственно, вот такой вот эффект неожиданности и ошеломление уходит. Но мы должны этот список представлять, поэтому мы его представляем. Далее следующий раздел это внеклассное чтение. Во внеклассном чтении мы даем те произведения, которые намечаем конкретно для уроков внеклассного чтения. И с этими списками учителя, коллеги работают совсем по-разному. Кто-то весной говорит, будете обязательно читать вот эту книгу. Кто-то осенью ориентируется на желания ребят. И больший отклик читательский определяет 3-4 книги на год, которые будут обязательно прочитаны. И, соответственно, определяются сроки. К такому-то месяцу, к такому-то уроку прочитать все вот эти вот книги. Значит, по книгам, по внеклассному чтению тоже ведется своя работа. И вот Наталья Владимировна, например, совершает, я считаю, что учительский подвиг, ведет читательский дневник. Как у коллеги, которая выступала читательский журнал «Низкий по корбам» уже, уважаемые коллеги. Если этот журнал или дневник ведется, значит, его надо проверять, значит, его надо читать, значит, с ним надо работать, иначе смысла нет. Вот Наталья Владимировна на себя такой труд берет. У нее читательский дневник, как у коллеги, 2-3-4 года ведется. И, собственно говоря, оказывается сейчас, что этот читательский дневник, помимо контроля за чтением, контроля со стороны учителя, контроля со стороны родителей, и, собственно говоря, некое творчество ребенка оказывается подспорьем для ЕГЭ. Когда открыл старый свой дневник, ой, тема, проблема взаимоотношения сверстников, одноклассников, ой, так это же чучело Железнякова, ой, да это же мы все читали. И, соответственно, эти старые детские записи что-то щелкает в голове, и получается, что можно что-то себе и в аргумент в части написать. Совершенно случайно интерес к чтению перекликается с нашими насущными проблемами. Ну, соответственно, внеклассное чтение, затем это третий список, третий часть списка, который называется «Крупчтение». Вот здесь мы, собственно говоря, помещаем произведения, которые сами читали, которые читали наши дети, которые классически выверены и будут интересны ребятам, хотя, вот опять наши общие замечания и наблюдения, что те книги, которые были когда-то рекомендованы детям, особенно среднего школьного возраста, сейчас уже опускаются в начальную школу. Тот же старик Хатабыч, кто-то, я просто о нем говорю, потому что будет дальше, или те же там волшебники из Умрудного города. Когда-то они даже в начальной школе читались, а сейчас это читают дети 5-6 лет. То есть вот большая трудность возникает именно с списком детей, с списком чтения для младшего подросткового возраста. У кого-то, если у коллег будут какие-то собственные наработки, будем очень рады, поделитесь с нами, какие есть современные, интересные, хорошие, ценные книги. Вот, значит, это «Крупчтение». Еще хотелось сказать, да, значит, по поводу иллюстрации уже много что было сказано, и, естественно, мы все понимаем, что иллюстрация, она не для того, чтобы нарисовать, а для того, чтобы каким-то образом осмотреть художественное произведение. И у нас очень много, и всегда мы развешиваем фотографии иллюстрации в классах, они долго висят, и мы по ним проводим уроки, и наша самая главная методика работы с иллюстрацией – это, конечно, защита, объяснение, пояснение и потом некий отзыв, некая рецензия тех, кто смотрит. Соответственно, здесь интерес к чтению соединяется с развитием рефлексивных навыков и с тем, что, собственно говоря, более всего нужно современному ребенку, а это вот умение защитить собственное мнение. Следующий слайд у нас, мы говорим о том, что развитие интереса к чтению у нас, естественно, помогает деятельность на характер обучении. Мы бесконечно преданы рабочим тетрадям под редакцией Фураевой и Нелькина. Все из одной коробочки, в общем, многие, естественно, у них учились, и мы в свое время, когда на лекциях этих методистов были, мы, собственно говоря, на нас опробовались вот эти вот все эти тетради. Когда мы знаем, что от нас требуется, уроки проходят хорошо. И вот эти тетради, конечно же, чем хороши, как инструмент развития чтения. Именно потому, что, особенно в средней школе, даются маленькие отрывки из каких-то произведений. Там есть и «Человек-невидимка», там есть «Моби Дик», есть разные-разные произведения отрывками, которые мы читаем, обсуждаем, создаем какие-то литературные тексты по этим тетрадям, и потом ребята начинают их читать, эти большие произведения, что, естественно, нам и нужно. Ну а потом нужно сказать, что, конечно же, эти тетради к ЕГЭ готовят прекрасно. У меня в прошлом году девочка не занималась больше нигде, только на уроках русского, литературе и на элективах, где мы работали по тетрадям, получилось 100 баллов по ЕГЭ, по литературе. В общем, это замечательный результат. Далее удивил очень приятно учебник русского языка «Вострогий». Мы в этом году опробуем новые учебники по стандартам, и чем этот учебник хорош в русле нашей темы. Там много текстов, особенно в теме развития речи, основанных на разных книжках. Вот откуда возник «Старик Хатабыч». Когда мы говорили о текстах в учебнике по «Старику Хатабычу», из 29 человек только 8 прочитали эту книжку. Когда три или четыре было текста в темах по развитию речи «Старик Хатабыча», побежали, взяли, стали читать. В общем, тоже приятное, хорошее удивление. Дальше мы, естественно, используем наработанный, интересный, представленный и в рабочих тетрадях урок, метод сопоставления классических произведений и современных произведений. Вот здесь, конечно же, очень многое зависит от учителя, от того, как он ориентируется в новинках книжных. И, может быть, вам будет интересна находка, которая у нас получилась. Вот в этом году шикарно совершенно в прошлогоднем сумасшедшем седьмом классе, в восьмом классе прошел урок по книге Архимандрита Тихона «Не святые святые». Никак не читается, конечно же, житейная литература. Пришли с домашним заданием. Ну что этот Сергий Радонежский? А потом, когда мы сопоставили некоторые отрывки из рассказов об отце Рафаэле, это некое такое современное житие. И ребята получили задание «Сопоставьте и расскажите, что есть из канонического жития, и что есть из современных, из неэкономических вещей в этом произведении. Вот появился интерес, и трое прочитали эту книжку, причем с удовольствием прочитали. Вот далее из тех параллелей, современных, которые нам кажутся интересными. Вот коллега говорила о уроках по Распутину. Всегда мы лет 20 назад читали Некрасов, например, и Шукшин, «Преступление и наказание Достоевский» и «Живи и помни». То есть вот эти все параллели, они у нас в голове есть. Вот может быть кому-то будут интересны современные такие переклички. Очень интересно бывает почитать рассказ «Улицкой счастливой» после, например, «Войны и мира» или «Отцов и детей». Та же тема «Отцы и дети», но совершенно по-другому, она развернута в маленьком расстатике. Почему еще хорошо? Это маленькая форма, ее удобно на уроке прочитать и найти какие-то переклички. Потом очень интересно идут уроки после «Войны и мира» изображения войны Толсты. Сопоставить изображения войны, например, в романе Захара Прилепина «Патологии» про чеченскую кампанию. Там тоже все просто, даются тексты, можно их читать, можно их размножить и сказать «Найдите, пожалуйста, толстовские приемы». После этого народ идет и Захара Прилепина читает. Я думаю, что это интересная вещь. Прекрасно, в прошлом году было удивительное совершенно открытие после Достоевского «Униженные и оскорбленные». Я в этот момент читала, в смысле, темы «Униженные и оскорбленные» в романе «Проступление и наказание». Я в этот момент читала рассказы Буйды, вышла новая книжка, называется «Закон джунглей». И сказала, читайте рассказ джунглей. Они его скачали из интернета, скачали только половину, потому что кто-то один скачал, все с него скачали, и получился замечательный совершенно прием. Там наполовину обрывается рассказ, они пришли в недоумении. Буйда – это что-то такое совершенно провокационное в современной литературе. Что вы нам задали? Мария Вадимовна, как это можно читать? А потом, когда в процессе разговора пошло обсуждение, и в конце, а еще раз книжку назовите, а еще раз покажите, а я пойду почитаю. Это вот совсем современная литература. Это может быть тоже интересно. Но вот всегда классически мы сопоставляем литературу 30-х годов в 11-м классе и роман-ремарк «Три товарища». Вот в этом году у меня один 11-й класс практически ремарком увлечен, поэтому я об этом даже говорить не буду. А второй класс ремарка не читал. Для них это тоже будет откровенним и замечательным совершенно сопоставлением и чтением. И очень советую, я периодически даю задание своим детям, вышел у нас два года назад, по-моему, учебник «Литературная матрица», писатели для учителей и учеников. Вот там современным языком, что для нас важно, даны какие-то важные вещи о литературе. И вот там, например, из опыта, казалось бы ни о чем, статья о Пушкине, но когда ребята читают, они приходят и говорят, мы понимаем, почему произошла дуэль. Мы понимаем, что такое светская черт и что такое травля поэта. Или когда Маяковского сейчас читали, там интересно, две статьи представлены, два взгляда на творчество Маяковского, тоже возможно полемику какую-то организовать, и, может быть, это тоже будет стимулировать к чтению. Интересная очень статья Горького. О Горьком Дмитрия Быкова. То есть, опять же, любимый интернет. И опять же, когда дается домашнее задание, не учебник читать, а зайти по ссылке, найти, скачать, перекачать. В общем, это тоже некое развитие интереса к чтению. И, в общем, нам становится как-то приятно. Мы не отстали от них очень, и не совсем дремучие люди. Но потом на своих уроках мы используем, как и все коллеги, метод медленного аналитического чтения. Но вот это обычно в рамках вне классного чтения. И опять вот интересно это будет детям, если выстраивается какая-то цепочка, и если получается, что, собственно говоря, ребята говорят о своих собственных проблемах. Опять возвращаюсь к своему восьмому классу. В пятом классе бесконечный распри, бесконечные дрязги, читаем, обсуждаем чучело. В шестом классе новая волна, всплеск межличностных отношений, читаем Голдинг и Повелители мух. В седьмом классе вроде бы немножко утихамилились, а в восьмом классе повела их уже на фильм «Пацаны». И когда сидели, обсуждали пацанов, вдруг у них у всех сработало. А это же как в «Чучеле» там-там-там-там, а это же как у «Голдинга» там-там-там. То есть у них возникают ассоциативные ряды, возникает потребность сопоставительного анализа. Эта речь развивается, естественно. Это наша ЕГЭ замечательная. И это, собственно говоря, понимая, что не зря когда-то время потратил, и действительно интерес к чтению все-таки у этих ребят есть. Потом хочется сказать о том, о чем мы практически забыли. Это театр. Опять из собственного опыта. Это у нас конференция, это дальше. Театр открыли для себя, опять же, с помощью ребят, замечательный молодой театр, мастерская. Он у нас в бывшем театре «Бов» на Народной, сразу за мостом. Замечательный совершенно спектакль. Вот воодушевление полное. Мы там посмотрели «Яму Куприна», причем они меня потащили. Но ведь Куприна было так мало, а там есть два вечера в веселом доме, а такой интересный. 40 человек пошли, 10 остались в недоумении, а 30 просто влюбились в театр. Значит, 27 января ходили на «Зори здесь тихие», которые, конечно же, мало кто читал. Облились слезами все. И взрослые, и дети. Вот у меня был 8 класс и был 11 класс. И планируем туда пойти на старшего сына. То есть там хорошая классика, замечательные совершенно постановки, небольшие залы, музыкальные, воодушевленные, замечательные артисты. Если есть желание, идите туда, потому что это действительно интересно. В процессе этого у нас еще и получилось прикоснуться к ораторскому искусству. Потому что в конце каждой презентации у нас получались обязательные рефлексы. Что хорошо, что плохо. И вот уже когда все было показано, и все было рассказано, у нас минут 20, наверное, была большая такая рефлексия, в процессе которой родились просто правила ораторского искусства, правила презентации. И фактически у нас здесь соединяется масса учебных целей. Это и речевое развитие, и приведение интереса к чтению, и развитие рефлексивных навыков, собственно говоря, и аналитических навыков. То, что, в общем, и нужно в современном луке. Значит, да. Далее, что у нас там еще? А, значит, у нас есть лицейский экспресс. В лицейском экспрессе у нас есть теперь рубрика, которая называется «Наш выбор». И опросов отдельных классов, вот сегодня у нас отвечают, там, пятый, восьмой класс, в следующей рубрике одиннадцатый класс, вот, в следующем месяце. И здесь представляется выбор ребят. Собственно говоря, вот в новогоднем экспрессе это была целая статья о том, что можно посоветовать почитать. Поскольку в интернете висит каждый наш выпуск, кто-то заходит, даже родители приходят на собрание родительское и говорят, вот купили вот эту книжку, попробуем, а вдруг нам понравится. Вот. Далее у нас, помимо непосредственной работы словесников, прекрасно работает школьная библиотека, вот у нас здесь наш библиотекарь Ольга Алексеевна, которая проводит литературные переменки только для пятых, шестых классов. Но что хорошо, она участвует вместе с библиотечными активами в лихачевских семьях, и те работы, которые представляются туда, потом становятся предметом литературных переменок. И получается, что седьмые и восьмые классы ребятам и презентации показывают, и викторины литературные проводят. То есть интерес к чтению развивается еще и через взаимодействие старшие и младшие, что тоже, в общем, важно, потому что сверстника или старшего товарища послушают быстрее, чем взрослого человека. Вот. Значит, работает у нас литературная гостиная. Татьяна Федоровна Грачева ведет эту гостиную для юных поэтов наших лицейских. Ну, о работе с поэтическим текстом, в общем, говорить уже после выступающих не о чем. В этом же русле работаем. Вот. Но хочется сказать, что мы вернулись к тому, от чего когда-то радостно отказались, от заучивания стихов наизусть. Об этом тоже говорили коллеги из училища. И действительно получается, что если есть некая атмосфера создана, уважение к книге, уважение к литературе, дети с удовольствием читают, заучивают эти стихи, а потом у нас получается, что мы вдруг ни с того ни с сего хорошие стихи хорошо прочитали, а почему бы к ним не подобрать музыку, а почему бы не сделать литературную композицию. Вот так у нас получилось после Серебряного века, изучения Серебряного века, 11 класс делает литературную композицию Дню Святого Валентина, поэта Серебряного века о любви. Для старшей школы. Но еще есть у нас, конечно же, прием инсценирования, который с удовольствием мы его используем. В рамках урока, домашнее задание, особенно в средней школе, какие-то отрывки из драматургии даются. Вот замечательно, идет на ура. Причем опять, если в пятом классе принималась любая инсценировка, то вот сейчас в восьмом классе не просто показали, но и обсудили. И даже тройки ставим за инсценировку, потому что плохо говорил, не выучил текст, не было жеста, не было какого-то реквизита. Плохо подумали, кто как разойдется в мизансцене. То есть когда идет работа в группе в паре, а когда эта работа идет комплексно и из года в год, то в восьмом классе можно уже требовать и предъявлять какие-то даже повышенные требования. Но еще у нас есть одна замечательная вещь, которая тоже на самом деле прививает интерес к чтению. Это капустники в десятом классе. Десятые классы представляют большой творческий проект из трех частей. Вот одна из них, первая часть, это пьеса. Это абсолютно выбор детей. И, соответственно, вот здесь это рабочий момент и выступление нынешнего десятого класса. Это их инсценировка пьесы «Медведь Чехова». После того, как сыграли, еще и вытащили на сцену самых-самых бузотеров, посмотрели на них девятиклассники и восьмиклассники и удивительно на самом деле пошли в библиотеку, дайте нам «Медведи Чехова». Кто бы его просто так стал читать. Ну, собственно говоря, видимо, все. А, вот задумали в этом году, но не получилось. У нас всегда школьная библиотека в день семьи проводит акцию «Выбери себе книгу» бесплатно из того, что там осталось. А в этом году мы думали провести буккроссинг, но не получилось. Это нам задача на будущий год. Как у коллеги есть обмен полка обмена, мы хотим вообще сделать детективную историю по всему лицею, вот чтобы оставляли какие-то метки, то есть чтобы это была и игра, и в то же время некий совет сверстников-сверстникам о том, что и как можно читать. Ну вот, видим все. Поскольку мой доклад завершающий, я бы хотела начать с рекреции и несколько, буквально несколько слов о докладах, которые я услышала. Все доклады, начиная с первого доклада о методах и приемах коллективного доклада, этот доклад, классический доклад, потому что там представлена методология методики, которая была разработана когда-то Николаем Ивановичем Кудряшовым и затем Владимиром Георгиевичем Марансовым. Я думаю, это имя вы все хорошо знаете. Наверное, учились у него, и, собственно, и я его тоже ученицей, и горячий последователь. Так вот, методы и приемы, которые предлагает Марансман, они до сих пор актуальны, потому что это та взаимосвязанная классическая тема и проблема, без которой преподавать литературу невозможно. И, безусловно, на первом плане это методологического чтения, потому что литература – это всегда чтение. Без чтения, ну, не может быть литературы, вот совершенно правы те учителя, которые сказали в своем выступлении, слышали о произведении, нет. Нужно читать произведение, тогда мы только будем с тобой об этом говорить. Мне бы хотелось сказать и о тех приемах, которые были затронуты в системе методов, потому что, ну вот, коллеги, посмотрите, в преподавании литературы у нас вообще четыре классических метода. Метод творческого чтения, эвристический, исследовательский, репродуктивный. Но почему вот они столь живучие, почему они все время новые? Потому что эти методы приобрели характер доминантности. В зависимости от текста один метод выступает доминантным, основным, и за ним идут все остальные. И если в пятых классах, в средних классах, конечно, метод творческого чтения, в седьмых, восьмых, безусловно, доминантный эвристический метод, в старших классах, конечно, это исследовательский метод. И все те приемы, которые известны из классической методики, из нашей современной методики, они еще фактически имеют такую структуру, это приемы, которые пришли из литературоведения и условно носят название литературоведчика, а другие приемы школьные. Вот почему преподавать литературу трудно? Это самый трудный предмет в школе. И учитель литературы подвижен, потому что литература – это вот двуликий янус, где это искусство и учебная дисциплина, и наука, и, конечно, на уроке литературы для нас литература – искусство, потому что мы искусством должны заразить. Заразить. Что касается докладов, которые были о викторине, о творческих приемах, безусловно, он, доклад, который прозвучал у нашей молодой коллеги по анализу стихотворения Пастернака, понятно, что заинтересовать ребенка, но не все читают, не все. И я до 2005 года сама стояла за учительским столом всю свою сознательную жизнь. И уже, будучи доктором науки, работала школьным учителем, потому что работая на кафедре Смаранцмана, было железное правило – не можешь заниматься методиками, если не работаешь в школе, не имеешь права. И вот приходишь в класс, ну, три человека прочитали удачу, не прочитали. И тогда приходится изобретать, придумывать. Да, идти через викторину, задавать такие вот интересные вопросы. И сегодня в докладе это прозвучало, когда ведущим приемом была и есть работа с деталью. Это очень интереснейший прием, творческий прием. И вот я, например, и вот в своих книгах, я об этом пишу, и вот в последней книге, я работу с деталью взяла и вот те особенности, очень интересные находки у театральных режиссеров, у Станиславского, Немировича Данченко и, конечно, у Товстоногова «Зеркало сцены». Он для меня сделал колоссальное открытие, когда я читала о том, как он работает с актерами. Вот результат этого застольного чтения – это просто приемы, которые учитель берет на урок. И те приемы работы, когда он ставил спектакли, и мне посчастливилось быть на том знаменито печальном спектакле, премьере, которую незадолго до своей смерти поставил Товстоногов на дне. Тогда на этой премьере были приглашены, это был 1986 год, все руководители, партийные руководители, комитеты, там была дама, возглавлявшая Петроградский район, мы с ней потом беседовали, и там присутствовал Горбачев. Для чего это все было предпринято? А потому что увидели, интуитивно почувствовали, что 70 лет советской власти, и ему задали этот вопрос, и вы хотите сказать, что мы на дне, на дне жизни, на дне. И та интерпретация, вот еще один прием уникальный – интерпретация текста и интерпретация жеста. Вот я опять-таки в своей книге называю это методикой работы с говорящим жестом. Когда Ивченко, знаете вы все этого актера, очень кратко, вот расскажу эту сцену, в заключительной своей речи встает на стол ночлежки, ну ночлежка, стол, лампа, встает на стол ночлежки, берет эту лампу, и лампой, как прожектором, начинает высвечивать последовательно ряды портера, произнося знаменитый текст своего монолога. Человек это звучит гордо, но в вопросительной интонации. Помните, как Качалов, да? Апофеоз, гимн, начало века Станиславский, и конец века. А что с чего? Человек это звучит гордо? Все в человеке, все для человека? Нет. Нет. Ни гордо, ни все в человеке. И вот вам газета «Ночлежка», и вот вам вывод, к которому приходят и дети, когда мы используем этот прием, театральной интерпретации, прием говорящего жеста. Что произошло? Почему через сто лет те же ночлежки? Почему мы на дне жизни? Потому что, когда правит бездуховность, когда к власти пришел капитал, когда власть денег, человек никогда не будет звучать гордо. Никогда. Ну и очень много еще приемов там говорящего жеста, великолепность ржечь, играющей барона. Ну кто, барон или не барон, это проблемный вопрос из текста, да? И подрались, и рассорились, да какой ты барон, да? И он кричит, я барон. Ну барон или не барон? Детям вопрос. Господи, проследите, пожалуйста, по тексту и посмотрите спектакль. Вот этот говорящий жест, когда он в грязном оборванном сюртуке, пропоется, нечесанный, не мытый, в крайней задумчивости, ждет крошню, чтобы помочь им вести там пироги на рынок, стоит у стола и стоит вот в такой вот картинной позе. Опершись двумя пальцами одной руки о стол, а вторая рука за сюртук. Вот эта поза, да, привычка с высшей мандерой, да, она говорит о том, что в дворянских семьях детей учили, как нужно стоять. Мужчине какая поза и как должна стоять женщина такая поза. Вот в состоянии такой вот крайней задумчивости он принимает эту позу. И еще один факт, когда он полой оборванного, ободранного сюртука начинает полировать ногти. И вот полируя ногти, он смотрит на свою руку. Дрожачая рука, пьяница. И он в ужасе смотрит на эту грязную руку. То ее отодвинет, то к себе придвинет. Говорящий жест. Да. И я думаю, когда вот мы анализируем эти детали, говорящие детали, у нас не возникает сомнений. Так вороны или не вороны. А.